Никогда не сдавайся, несмотря ни на что. Такой принцип проповедует Наталья Коптелинина, жительница Красноярска, благодаря инициативе которой в столице региона появились специализированные спортивные клубы для адаптации людей с ограниченными возможностями. Сама Наталья в прошлом профессиональный тренер по фитнесу. Попала в аварию, перенесла 8 операций и была практически парализована. Сейчас она в инвалидном кресле, но говорит, не собирается расставаться с активной жизнью. В ее планах привлечь в спортзалы всех красноярцев с повышенными потребностями. Это как раз создание той безбарьерной среды, о которой мы так только говорим. Мы планируем создание сети спортивных клубов, доступных для инвалидов, куда каждый человек с травмой, с заболеванием, на колясках может приехать и как обычный здоровый человек позаниматься. Мне очень важно нести, что инвалидов жалеть не нужно. Им нужно дать возможность жить обычной, полноценной, здоровой жизнью. Свой проект «Шаг за шагом к мечте» Наталья презентовала главе Красноярска Эдхамак Блатову в декабре прошлого года. Идею поддержали и уже в январе были определены два первых учреждения, где оборудуют адаптивные спортзалы. На левом берегу в комплексе «Рассвет», на правом в «Звездном». Летом появится специальная площадка на острове Татышев, а в следующем году еще один зал. Сейчас нам передали еще одно помещение на Мичурино-8, и мы там будем делать еще один из специальных залов для людей с ограниченной физикой возможности. Мы как раз работаем в этом направлении, чтобы какие специальные тренажеры, что нужно сделать, какие кушетки, и как должны обработать инструкторы, чтобы именно сделать эти занятия, во-первых, комфортными, правильными, чтобы не навредить, и, второе, чтобы, конечно, охватить больше людей. В тренажерах тяга вверх и лобок. Если думать о том, что регулируется высота в лобоке, можно выше-нише делать. И скамей тут этот отодвигается. И сюда можно подъехать на коляске. Александр Качаев сам инвалид третьей группы, при этом спортивный инструктор. Говорит, самое сложное для человека с ограниченными возможностями – это преодолеть психологический барьер и поверить в себя. Но сегодня Красноярск меняется, и все больше таких людей начинают полноценную жизнь. Александр рассказывает, есть сложности с транспортировкой в спортзалы, но это, как уверяют городские власти, вопрос времени. Сейчас разрабатываются маршруты для специализированных автомобилей, социальных такси, чтобы инвалиды могли приезжать на тренировки. Также просят не оставаться в стороне горожан, у которых есть особые тренажеры для людей с повышенными потребностями. Они очень нужны спортзалам, хотя бы во временное пользование. Дина Володина, Алексей Гусев. Новости.